Здравия желаю. Итак, сегодня разговор с Кирятом Олегом. Мне предъявил, как он называется, пусковые токи. Тут пусковые токи, как видите, минимальные. То есть тут он работает. 44, видите. 44,2. Вот. А счетчик вот еле-еле глотит. То есть никаких пусковых токов нет. На 0,1 поставлено 0,4. Сейчас вот поставим замеры. До сколько пройдет. 3,3 ватта где-то, сколько пройдет. То есть, видите, 44 вольта. А когда вот включаюсь без возбуждения, без возбуждения, то это будет всего 39,5. То есть, видно здесь, что выход, выход больше входа. Почти на 5 вольт. 44 он так прыгает. И пусковые токи тут минимальные, как видите. Почти нет счетчике еле-еле. Потому что, почему? Потому что он на разгоне. Если бы он останавливался, он-то не меняет скорость, видите. Напряжение чуть-чуть. 44, 43,9, 43,7. То есть, плюс-минус пол вольта меняется у него. Поэтому никаких пусковых токов не должно быть. Ну вот, смотрите, если пусковой бы счетчиком рванул бы, а он еле ползет. То есть, Олег там еще кто-то там приходил, какой-то рептилоид с Олегом. Тоже предъявлялся за этот, как его, пусковой ток. Как видите, никакого пускового тока нет. Значит, я не врус. Сейчас мы замерим. Потребляет уже система без реле. 53 ватта я мерил. У меня записано. А вот в стреле, сколько будет потребления. Сейчас глянем. Вычитаем. То есть, в принципе, это нормальный. За второй день, как говорится, я его пробую. Сделан он где-то дней 5 назад всего. Идет опробование. Ни пусковых токов, ничего тут нет. Все ровно работает. Как будто ничего не выключается. Хотя тут, вы видите, 0,1-0,4-10. Вот сейчас посмотрим, какое потребление Системы. И вы увидите, что рептилоиды брешут. И к ним почему-то Олег. Хотя я Олега уважал. Он там что-то изобретал. Генератор делал. Он это самое, сделал генератор. Сказал, что ротовертер не пойдет. Я ему объяснил, что ротовертер ты неправильно сделал. Должна быть инерция. Должно быть разделение. Но он сказал, ты типа не сообразаешь. А потом его не было. Потом он вчера пришел, предъявил. Типа того, что Пусковые токи. Ничего не получится. Однако, как видите, все получается. Видите, 45-45 Напряжение. А так напряжение у него 39 Если без реле, и без этого включить. Без второй обмотки. 39. То есть он дает Больше. Мотор больше дает. Нежели это самое. В него заходит Больше в 5 раз. Даже тут больше. С одного раза. А когда еще разделяем на реле, Больше в 5 раз. Вот сейчас дождемся. И посчитаем. Я там, я выключу. Покажу схему. Такое КПЗ это все. И посчитаем. То есть рептилоидом покажем кукиш. Снова. Они снова врут. Брешут. Как всегда это у них. Болезнь такая врать. Я, как говорится, Замеряю все точно. По счетчику. Почему? Потому что счетчик показывает абсолютно точно. Китайские ваттметры. Вот они. Я даже им не меряю. Он показывает вообще не то. То есть по мере с амперой он покажет там. Хрен знает какие амперы. То есть ничего не сходится. А эти счетчики эти делали рептилоиды. Вернее не рептилоиды. Делали рыботяги. По заказу рептилоидов. Чтобы побольше драть денег. С людей. Однако. Мы все равно находим способы Показать рептилоидам Кукиш под нос. Так как система. Видно, что система работает. Вот. 43. То есть падение напряжения Плюс-минус пол вольта. Так вот. Это вы сами видите. Эта система подойдет. Как я и вчера говорил. Эта система подойдет для мотора. С нее можно снять всего. Сейчас скажу сколько надо будет. Сколько. Снять. То есть это не генератор. Не для генератора. Для генератора вот так вот. Что у меня. Там. Больше, как говорится, мощность. Это для электровелосипеда. И вот тут немного тока можно снять отсюда вот. Проводов. Которых хватит на самозапис. Ну вот у нас уже подходит. Как видите. Дырка. И мы сейчас выключим. Будем считать. То есть видите. Идет еле-еле. Никаких пусковых токов здесь нет. Все продумано. Все просмотрено. Так. Выключаем пока. Система в работе. Вот. Работает. Быстро и хорошо. А мы сейчас проведем значит. Замеры. Зарисуем это все. Вот как вы видите. Замеры я откуда беру. То есть вы видели. Из головы беру. Вот. Счетчик это проверен вот этой лампочкой. Калиброванная. Видите. 100 ватт. Калиброванная. 100 ватт. При напряжении 235 она показывает. 112 ватт. Так напряжение на 220. При 220 100 ватт. А при значит 235-236 у нас видите сейчас. Показывает 100 ватт. И так. Как мы перемножаем. 7 умножаем на 60. Это 7 минут. Секунды перевести. 420. И плюс тут 50. И еще. Полсекунды. Ну. Плюс 51. А теперь умножаем на 300 оборотов. Так как все чески 300 оборотов. Вот видите. 300 оборотов. То есть. За сколько он придет киловатт. Получается вот какая цифра. А дальше делим на 3600 секунд. И получаем вот какую цифру. 39.25. А теперь берем 1000. 1000. И делим. На 39. И 25 сотых. 25.4. 25.5 ватт. Потребляет. Система. 25.5 ватт. Так. Далее. 10 ватт потребляет вот это вот. Возбуждение. Но если это потребляет. Один раз. Эти 25 ватт. Через 4 раза. То возбуждение работает беспрерывно. Это значит получаем. 10. На 5. Получаем 50. 50. Вот получаем. Значит. На этих оборотах. Такой результат. 25.5 плюс 50. 75.5. А выход у нас. 53. 53 ватта. И помножим 5 раз подряд. На 5. 265. Разделим на 75. И 5. 350. А помножим на 100. 350%. То есть. Коподи этого. 350%. Вчера было 800. Потому что подключал. На. Вот. Еще на 2. Видите. На 83 ватта. То есть. Чем больше разгон. Инерция. Тем больше КПД. Почему не стал подключать на 83. Надо автомат делать. Оказывается. Там еще автомат у меня. На щитке. 10 амперный. Завтра возьму на 25. То есть. Я показывал. Что у меня отдельная. Отдельная розетка идет. Через этот счетчик. Чтоб считать. Вот она. Контрольная. Чтоб подсчитывать. А там на щитке вторая розетка. Второй счетчик. Вот там автомат слабенький. Я завтра, послезавтра его заменю. Тогда можно будет запускать. На переменный ток. Когда допускаешь вот это. Автомат. И 10 ампер это держит. Хотя он уже и хреновый там. Контакты подгорели. Но держит. А вот на постоянный. Оно. Видать. Обратка большая. То есть. Самая индукция. Так. Азитомеры мы сделали. Схему. Сейчас зарисуем схему. Этого. Чтоб кому интересно. Ну я зарисовал ее. Повторно. Значит так. Вот он мотор. Он за генератор. Так и напишем. Мотор генератор. Далее. Тут вот обмотки. Одна и вторая. Катушки. Сверху. Сверху и снизу. Две катушки большие. Сверху и снизу. А тут щетки. Мы соединяем. Значит катушку со щеткой. Последняя. Одну. И этот конец. Второй от катушки. Сюда на выпрямителе. И от щеток. То есть тут. Получается последнее возбуждение. Так. Здесь стоит значит. 39 вольт. Выдает он. 39.5. Выпрямитель. Так. Здесь у нас. Возбуждение. 10 ватт. 10 ватт. Далее у нас идет реле. А спрашивали реле. Реле Аброн. Это Япония. Вот это вот. Берите Японию. Вроде вот. Те заедали. А эта вроде не заедает уже. Сколько? Неделя уже. Как пришла. Неделю занимает уже. Вот это. Вот это. Берите Японская. Хотя может в Китае сделали. Но не знаю. Ну крепче. Написано наем. Мады. Вот видите. Мады. Жопан. 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 Так. И вот так вот. Тут значит. 0.1. Секунд десятых. Я же Олегу объяснял. Олегу там. Или килоидам. Что. Ничего не понимают. Что если бы я поставил на секунду. Оно бы останавливалось. Вот тогда надо было снова запускать. Тогда бы был ток. Большой. А оно же. Сам ее видели. Притормаживает только на пол вольта. То есть почти не тормозит. Поэтому никакого пускового тока ему. Если там и надо. Там какой-то мизер. И на 0.4. И на 0.4. Так. Так. Значит что. И у нас получается вот как. Питание пошло. И тут возбуждаем катушку. И у нас тут значит ток вырабатывается. Одновременно. Ток можно снимать. И одновременно. Значит. Последственно соединено. Крутится. То есть она крутится и ток вырабатывает. Сразу. Одновременно. Получилось так. Вот. И показывается она не 39. А 44. Как видели. 44. 43. 45. То есть когда она перегреется. Ее кстати надо охлаждать. Перегреется. У нее немножко падает напряжение. То есть надо хороший вентилятор сюда. Вставить. Так. Далее. Получилось 43. Напишем вольта. То есть равняется. Как замеряли мы их по счетчику тоже. 53 ватта. Видите. 53 ватта. Дальше. Потом раз и отключила. То есть отсюда нету питания. Отсюда идет 10 ватт только. Отсюда. Возбуждение идет. А тут инерция. И обратный ток. И значит 53 ватта. Показывает. Еще 4 раза. 53. 53. 53. 53. Видите как. То есть 5 раз по 53. Вот как. Выходит. А здесь всего 10. 5 раз по 10. Потому что он постоянно включит. 50. И плюс. 25. И 5. То есть 75. Получается с половиной. А тут 53 на 5. И делим на 75 с половиной. Видите. Помножим на 100. 351%. 359. 351%. А когда подаешь. Сильнее. Получается до 800. То есть в 2 раза больше подаешь. Там не пропорционально идет. А резко. Чем сильнее оборот. Тем резко. Подать на нее 220. Не удалось. Переменки. Это я рассказывал. Все-таки вот эти. Начинают искриться сильно. То есть. В разнос идет. Система. Максимально 100. 150. 150 вольт можно подать еще. Тогда увеличится КПД до 1000. До полторых. Ну вот вкратце рассказал. То есть смысл был о всем. Этого ролика. Смысл было доказать. Как говорится. Через счетчик. Доказать что. Про их сказки. Рептилоидам. Рептилоидам. Большие пусковые токи. Токи. Как вы видели. Минимальные. И почти незаметные. И показать рептилоидам Кукиш. От народа. Рептилоидам. Рептилоидам.